В этот день, 3 октября 1649 года, Русский земский собор принял соборное уложение, основной закон Российской империи до XIX века. 3 октября 1828 года установлены дипломатические отношения между Россией и Бразилией. В этот же день, 3 октября 1878 года, состоялось открытие высших женских бестужевских курсов в Петербурге. 3 октября 2005 года в Москве состоялась церемония перезахоронения останков генерала Деникина и философа Ильина в Донском монастыре. 3 октября 1895 года родился Сергей Есенин, поэт. Сергей Есенин родился в селе Константинове, Рязанской губернии. Вскоре после его рождения его отец уехал на заработки в Москву, и мальчика отдали на воспитание в семью деда. И уже спустя годы поэт вспоминал, «Мои дяди, трое неженатые сыновья деда, были озорными братьями. Когда мне было 3,5 года, они посадили меня на лошадь без седла и пустили в голову. Еще меня учили плавать, сажали в лодку, плыли на середину озера и бросали в воду. Когда мне исполнилось 8 лет, я заменял одному своему дяде охотничью собаку, плавал по воде за подстреленными утками». Эти впечатления детства окажут позже громадное влияние на поэзию Есенина. А пока в 1904 году Есенина повели в земскую школу. И хотя из-за плохого поведения Продолжение следует... Продолжение следует... ...в том же царском селе. В 1918 году Есенин переехал в Москву. Это уже была революционная пора. Вот что писал сам Есенин. Первый период революции встретил сочувственно, но больше стихийно, чем сознательно. Однако незадолго до смерти он написал поэму «Страна негодяев». Поэт отчаянно переживал все, что происходило с его родиной, и это уже был явно антибольшевистский памфлет. 14 декабря 1925 года Есенин закончил работать еще над одним брачным произведением «Черный человек». И спустя две недели ее автора не стало. Сергей Есенин умер странной смертью, которая породила массу версий о убийстве, причем убийстве к импаде за подстреленными утками. Эти впечатления детства окажут позже громадное влияние на поэзию Есенина. Общительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой печали полей. Любви ко всему живому в мире и милосердии. Есенин остро чувствовал, как и многие поэты начала 20 века, все метаморфозы, происходившие с Россией. Есенин возвел родину в своей жизни и стихах на недостигаемый пьедестал. Его жизнь полна взлетов и падений, проявлений его непростого характера. Но главное, вот как он сам писал о себе. Что касается остальных автобиографических сведений, они в моих стихах. Редактор субтитров А.Семкин